Всем привет! Вот, то есть запись что означает? То, что, ну, если вы будете что-то говорить для лектора, да, то вы попадаете на запись. Если вы будете что-то писать в чате, то вы, о, Юлиана, здравствуйте, никак я не доеду за вас, я только смотрю на видео на ваш центр прекрасный, вот, Казань. Вот, слушайте, вот это, да, все-таки много нахуй, что я говорил. Вот, чат не пишется, чат не пишется в запись, вот, голос пишется, чат нет. И, естественно, я обрежу по краям, я редактировать в середине, наверное, не буду лень, по краям я отредактирую. Вот, так, в режиме ожидания, Оу, Старосков, Альчик, а в Нальчике я был. Всем ли меня видно и слышно? Разобрались ли вы с настройками, коллеги? Напишите, пожалуйста, не стесняйтесь, если у вас нету звука. Вот, или можете сами включить себе микрофон и сами что-нибудь сказать. Скажется, уже пора. Вот. Мне тоже кажется, что уже пора. Вот, давайте мы никого ждать не будем и начнем. Кто присоединится, тот присоединится. Так. Позвольте представиться. Меня зовут Толкачев Лев. Мы с Любовью Островской организовали этот вебинар. Вебинар мы организовали для родителей и для специалистов. Для родителей мы постараемся дать информацию, где можно прочитать проденверскую модель, где можно посмотреть проденверскую модель. Специалистов я постараюсь вдохновить на поиск возможностей для интернатуры. То есть я буду просто счастлив, если кто-то из студентов вот сейчас смотрит этот вебинар и найдет возможность поехать в один из центров, которые практикуют дендверскую модель раннего вмешательства в Европе, да. То есть, если он сам договорится с ними, то я или благотворительные организации, с которыми я знаком, мы готовы поддержать вас финансово. Если ваш уровень английского языка позволяет, будем просто очень рады, если вы плотно займетесь этим вопросом. Потому что специалистов очень не хватает. Я включаю демонстрацию экрана и показываю вам свою презентацию. Так, что мы будем делать? Сначала я расскажу о себе, расскажу об издательстве, идет работа, расскажу о литературе, расскажу о семинарах. Будет много ссылок. На ссылки вы не старайтесь записывать. Я отдельно напишу все ссылки потом. Отдельно покажу вам все источники. Это будет в отдельном списке. Далее описание Денверской модели расскажет Любовь Островская. В практике мы посмотрим одну минуту видео. Будут дополнительные материалы и будет раздел ответ на вопросы. Я надеюсь, что мы уложимся где-то в час-полтора. Значит, в издательстве идет работа. Вот верхний ряд – это те книги, которые мы издали. Нижний ряд – это те книги, которые мы хотим издать. Последняя книга, которую мы издали, – это учебник по Денверской модели. Это именно что учебник. В 2010 году они его выпустили. Он отличается от прекрасной книги «Рама Паблишинг», которая была издана в 2012 году, там, на английском, и предназначена для помощи родителям, как им работать. Эти книги, вы, вероятно, видели, они у нас на сайте есть. Я надеюсь, что мы в течение ближайшего года выпустим вот эти книги. Прекрасные, да? Из них вот эта книга написана невербальным мальчиком, который мы считали тяжелым аутистом. Ида в стране аутизма. И он пишет, как он учился, и как у него не получалось. И вот книга написана им самим. Видеомоделинг основан на простой идее. Мы ребенку показывают отредактированное видео с ним самим. С хорошими моментами из-за его собственного, как он ловко прыгает, как он удачно говорит, и это его учит. И две книги, посвященные воспитанию, половому воспитанию детей. Написанные для самих детей. Вот это, это вводный семинар по Денверской модели. Сейчас я расскажу о нем немножко подробнее. Есть, у Денверской модели есть три книги. Вот эти две мы только что описали, вы их можете купить. И в России, и в Казахстане, и в Украине. Вот эти две. Это учебник, это наш, да? Это рама паблишинг. Вот эта книга применения Денверской модели для детей младшего дошкольного возраста в группах. Эту книгу, она есть только на английском языке. Вы ее можете купить онлайн. Вы сдаете Springer. Вот как я ее купил. Если кому интересно, я потом пришлю оглавление. Значит, о вводных семинарах я сейчас расскажу чуть подробнее. Просто покажу вам. Так, значит, следующее, что мы можем сделать. Мы можем посмотреть... Вот, мы можем посмотреть. Какие были... Значит, история Денверской модели в России следующая. Сначала Любовь Островская запустила пилотный проект в Санкт-Петербургском институте раннего вмешательства. Это было... Это было... Любовь расскажет, когда. Первый проект. Он продолжался учебный год. В 2018-м делали... Екатерина Мень делала вот этот семинар. Семинар продолжался два дня и вызвал сертифицированный терапист. То есть человек, который не имеет права учить, но имеет право применять. Естественно, имеет право рассказывать, как и я, да. Вот это Анна Дубровская, она из Франции. По-моему, это единственный или один из немногих русскоговорящих сертифицированных терапистов. Ее e-mail можно найти, я потом покажу, где. Вот. Был очень интересный семинар вот совсем недавно. Его организовывал наш Солнечный мир. Они привозили Джакомо Виванти. Это автор вот той книги. Я вам только что показывал непереведенную на русский язык книгу групповую, да. Он один из авторов. Если кто-то из вас, коллеги, был на этом семинаре, ну выйдите в эфир, расскажите. Очень интересно. Это было 5-6 июня, буквально совсем недавно, да. Значит, мы перевели на русский язык вот этот вводный семинар, вводный сертификационный семинар, который проходится в течение двух месяцев, вот. Следующий будет проходить с 24 июня по 11 августа. Все ссылки будут потом на Фейсбуке, вы их можете найти, да. Вы, есть файл, который объясняет, как зарегистрироваться на этот семинар. Он стоит 425 долларов. Либо вы можете зайти на похожий, который будет в Москве 16 ноября. За один день они начитают. Он стоит 15 тысяч. Приезжают такие же тренеры из такого же, из такого же университета Калифорнии, вот Мелисса приезжает и Сара Дуфик. Кстати, очень интересно прочитать вот про Сару вот эту Дуфик. Очень интересно прочитать, чему она училась, вот этот раздел, да. Она училась тренингу ключевых реакций, тренингу ключевых реакций в школе, ПЕКСом, дендерской модели, программе по обучению школьников социальными проблемами, вот Ее, кстати, сейчас переводят на русский язык, ГППУ, по-моему. Вот интересно, когда они ее выпустили. Вот такой есть тренинг, да. Это те семинары, которые можно пройти по дендерской модели. Я чуть подробнее расскажу об этом в конце, после выступления Любови Островской. Давайте мы вернемся к нашей презентации. Это то, о чем я рассказал. 16 ноября один день будет. Или вот этот вводный семинар. Презентацию я выложу, она на Фейсбуке тоже будет. Вот. Давайте мы, я сейчас передам слово Любови Островской, она вам расскажет о сути дендерской модели, раннего вмешательства. Сейчас, вот. Так. Вот. Коллеги, было ли меня видно и слышно? Все ли хорошо? Вот. Я сейчас 5 минут рассказывал. Все было видно, все было слышно, да? Отлично, отлично. Так, Любовь Островская, я передаю вам слово, пожалуйста, включайтесь. А, Господи, Любовь Островская, BCBA, сертифицированный поведенческий аналитик. Любовь Островская закончила логопед, редактор книги дендерской модели, раннего вмешательства, вот ту, которую мы сделали, редактор вербальных программ книги «Идет работа». И закончила она семинар по, вот этот онлайн-семинар, который мы перевели, Любовь его закончила еще на английском языке. Любовь, пожалуйста, включайтесь. Будем рады вас слышать. Да, пожалуйста, напишите мне, все ли хорошо со звуком, хорошо ли меня слышно, можем ли мы начинать. Ага, спасибо большое. Отлично. Тогда я включаю презентацию. И обратите внимание, что мы с вами можем видеть друг друга, поэтому если вдруг вам не хочется, чтобы мы, чтобы у вас тряслась камера или чтобы вы попадали в кадр, то вы у себя можете отключить видео. Столько людям интересна Денверская модель раннего вмешательства. Здесь есть и специалисты, и родители. И очень здорово, что мы собрались вместе, и здорово, что вы будете изучать модель в будущем, или, может быть, уже изучили, может быть, уже прошли тренинг. Насколько я знаю, у нас здесь специалисты и родители с разным опытом. Кто-то уже действительно прошел онлайн-курс, кто-то только подступается к тому, чтобы читать книгу, а кто-то присматривается к тому, чтобы пойти на семинары, которые будут в ноябре. Так как группа у нас неоднородная, я решила, что я сегодня расскажу базовую информацию, но постараюсь ее подать нескучно, а так, чтобы даже тем, кто слушал курс, было что-то интересное, и мы смогли обсудить с вами некоторые моменты. Я не являюсь сертифицированным специалистом в области денверской модели, просто потому, что в России у нас нет ни одного сертифицированного специалиста, и не было возможности получить это обучение, так как в Европе, к сожалению, курсов не было, по крайней мере, в последние три года. Поэтому курс, который будет делать, который организует ЛЕВ в ноябре, это отличная, конечно, возможность для нас на русском языке с переводом поучиться на более продвинутых ступенях модели. Но несколько лет назад я заинтересовалась данной моделью, прошла обучение, которое было доступно онлайн, и решила попробовать вместе с коллегами из Санкт-Петербургского университета раннего вмешательства. Мы сделали небольшой, достаточно скромный пилотный проект. Он длился, на самом деле, не целый год, он длился как раз лета, при сменах между двумя учебными годами. То есть мы работали несколько месяцев, небольшой группой, четыре специалиста и несколько детей, и пробовали, реализовывали модель, проводили интервизорские встречи. Я обучала специалистов, так как я бехебея специалист, и могу делать тренинги, могу правильно обучать. И мы просто смотрели, что получится, если внедрить эту модель в рамки именно этого конкретного учреждения. Насколько я знаю, Евгения Ермолаева делала определенные выступления, рассказывала на конференциях об опыте. Вы можете связаться с коллегами, ниже оставлена ссылка, если вам будет интересно, для того, чтобы обсудить этот опыт более подробно. Но сегодня мы не будем говорить про опыт и про вопросы, связанные с практикой. Я думаю, что если вам интересно, вы можете написать мне или написать в института непомешательства. Сегодня мы поговорим про более основополагающие моменты и про конкретные инструменты, которые можно использовать. Чтобы лекция наша не была теоретической, мы распмотрим пару практических инструментов из дендерской модели. И поговорим о том, как их применять. После того, как я провела этот проект в институте, я продолжила свою работу и свое общение, исследование дендерской модели, но уже в дистанционном формате, общаясь с родителями, взяв всего четыре семьи на дистанционное сопровождение. И сейчас две из этих семей уже не занимаются, то есть у них нет необходимости быть внутри программы. Дети вписались в общеобразовательные учреждения, и поддержка им дополнительная не нужна. Один ребенок пришел на ABE программу, и мы занимаемся сейчас чуть-чуть по-другому, и один ребенок остался на консультировании, но мы решаем вопросы, связанные с коммуникацией со сотрудниками, с другого, и, в общем-то, занимаемся уже более продвинутыми вопросами внутри обучения. В общем-то, почему мне стала интересна дендерская модель? Зачем три года назад я пошла проходить обучение, а потом пошла искать коллег, которым будет интересно попробовать реализовать все это на практике? Потому что я работала с малышами, я работала с детьми раннего возраста, я работала с их семьями, и у меня не было никогда вопросов в эффективности поведенческих стратегий. ABE работает, мы знаем это из исследований, мы знаем это из нашей практики. Это работает для того, чтобы обучить детей речи, для того, чтобы обучить детей навыкам самообслуживания, навыкам, связанным с социализацией, с игрой и так далее, и так далее. Но все-таки, когда мы работаем с маленькими детьми, возникают вопросы, по крайней мере, они возникали у меня. Какой же лучше выбрать формат? Ведь ребенок такой маленький, такой подвижный, структурированное обучение для нас не очень удобно. Если мы хотим работать более натуралистично, не заниматься отдельными прогами, не сидеть за столом, то для этого нам нужен очень хорошо обученный специалист. Или родитель должен владеть очень хорошо инструментами, техниками работы. Как же научить родителя? А каким образом родителю организовать обучение так, чтобы оно проходило весь день? Как действительно встроить это в повседневные рутины? Или тогда пригласить тераписта на полный день, на 6 часов? Но мало кто из родителей мог себе это позволить. А что с социальной сферой? Да, мы используем очень часто материальные подкрепления, и момент с социальными подкреплениями чуть-чуть провисает. Вот такие вопросы, такие сомнения были у меня, несмотря на то, что я практиковала, работала, но что-то, чего-то не хватало. Возможно, кому-то из вас это знакомо. И если да, то я думаю, что вам будет интересен дальнейший рассказ. При этом ESDM-модель — это не единственная модель, которая поможет вам решить данные проблемы, которая поможет вам сделать обучение более веселым или более комфортным, более придаваемым родителям. Но мы можем адаптировать другие модели. Мы можем взять PRT, мы можем заниматься вербально-поведенческим анализом и очень хорошо простраивать среду для натурального обучения, для спонтанного обучения. Мы можем посмотреть на другие модели, которые предполагают работу с детьми раннего возраста. Но лично я все-таки остановилась на Денверской модели раннего вмешательства и решила более глубоко и подробно изучать ее. И сейчас я расскажу, почему. На самом деле модель совсем не новая. Она начала разрабатываться еще в начале 80-х годов. Салли Роджерс и Джеральдин Долсон начали проводить свои исследования и начали организовывать группы. Салли Роджерс работала как практик. И исследовать и изучать, каким образом лучше работать с детьми раннего возраста. И эти исследования сформулировались в общие принципы работы. Где-то к началу нулевых годов, уже в 2000-х годах мы получили модель в той форме, в которой она существует сейчас, в которой вы можете с ней познакомиться. Эта модель будет созвучна с другими подходами и другими направлениями, которые вы, может быть, знаете или можете узнать, если у вас появится такое желание. В первую очередь переклички будут происходить с PRT. Это тренинг ключевых реакций. Это поведенческий подход. Но он развернут в сторону того, чтобы учить детей таким навыкам, как мотивация. Ставит в угловые углы социальные навыки и, в принципе, обучает детей таким умениям, которые являются ключевыми. То есть с помощью которых дети смогут приобретать другие навыки без специального обучения один на один, а более-менее типичным. Более-менее похоже на то, как этому учатся сверстники. Также мы сможем увидеть, что демберская модель похожа, в принципе, на программы поведенческие для детей раннего возраста. Особенно если мы посмотрим на формат спонтанного обучения или обучения в натуральной среде. То есть поведенческие специалисты, открыв этот учебник или пойдя на курс, узнают и найдут много общего, много перекличек. Логопеды же могут найти переклички с другой программой, которая называется HANAN Program. И которая описывает, каким образом можно внести, включить работу с детьми, у которых есть раз, внутрь семьи, внутрь повседневных рутин, повседневных веселых игр мамы и ребенка, папы и ребенка. И для логопедов, возможно, вы увидите и найдете переклички с этой программой. И неожиданно на психологе могут найти прямые отсылки к трудам Льва Семеновича Вугодского, например, к концепции зоны ближайшего развития, которая фигурирует в денверской модели, на которую мы опираемся и которую мы учитываем при построении программы. И также идея о том, что ребенок учится только с помощью взрослого, который является неким поводником в эту самую зону ближайшего развития. Эта идея тоже реализуется в рамках денверской модели. Тоже из себя представляет вся система. Это такие четыре отдельные планеты или четыре отдельных принципа. Мы разберем их с вами чуть-чуть поподробнее, каждый из них. Но все эти принципы, поведенческий принцип психологии развития или подхода, основанного на антогенезе, комплексный и мультидисциплинарный, все они реализуются в рамках обычных повседневных рутин. И это очень важно, и это делает модель визуально отличной от той терапии, к которой, скорее всего, мы с вами привыкли, если мы практикуем поведенческую терапию или если вы занимаетесь логопедами, дефектологами, ходите в какой-то центр. Что такое повседневные рутины? Как выглядит модель? Где она реализуется? Модель – это то, что происходит, то, что мы делаем, когда, например, мы кормим ребенка. Мы можем реализовывать денверскую модель в этот самый момент, когда ребенок открывает рот и получает поеденческую еду. Мы можем реализовывать модель, когда купаем ребенка. Это время для обучения, а не только для ухода и заботы о нашем малыше. Когда дедушка играет с ребенком, поет ему песенки и кружит – это отличное время для того, чтобы практиковать денверскую модель. Или когда папа вечером решил почитать книжку – это тоже время для обучения, а не просто для какого-то досуга и развлечения. Авторы Сталли Роджерс и Жеридин Долсон указывают, что если мы говорим о детях раннего возраста, то буквально любое их действие, любое их взаимодействие с близким взрослым будет являться и может являться при правильной организации обучающим моментом. Если ребенок развивается типично, то нам ничего не нужно для этого делать. Каждая минута жизни равно каждая минута обучения. Ребенок учится в процессе любого самого простого коммуникативного акта. Например, мы с вами можем посмотреть на простой случай, как ребенок хочет попросить воды у мамы. И в этот момент ребенок будет тренировать свой навык просьбы. Скорее всего, он будет одновременно тренировать навык совместного внимания, потому что он покажет маме на стакан с водой или повернется в эту сторону. В этот же момент ребенок может потренировать навык выполнения инструкции, если мама ему скажет «иди принеси мне бутылку». Тут же ребенок сможет потренировать моторный навык, если мама скажет «открой мне бутылку, налей воду», и ребенок будет сам это делать. Здесь, возможно, ребенок будет выполнять и дополнительные инструкции. Например, мама скажет «а теперь отнеси воду паттер». То есть в рамках одного очень коротенького эпизода коммуникации, который, я уверена, многие из вас каждый день совершают со своими детьми или со своими учениками. Мы можем просто дать ребенку попить, можем просто научить его просьбам, а можем научить ему комплексу различных навыков, которые ребенку могут быть нужны и полезны. То есть модель старается делать так, чтобы в каждую минуту и в каждой такой интеракции мы смогли научить максимум муть, а не одной какой-то вещи. И уж тем более не упустили эту минуту жизни ребенка. Когда я говорю «ребенок», «ребенок», я имею в виду именно детей, детей раннего возраста. Модель рассчитана для применения для малышей, начиная с 7 или 9 месяцев и заканчивая возрастом 5 лет. В 5 лет дети из модели уже выходят. То есть после 5 лет мы не можем включить ребенка в эту модель, потому что способ интеракции и взаимодействия внутри рутин, который описан, он уже будет недостаточным. Авторы указывают нам, что в этом возрасте нам нужно поискать другие системы и другие стратегии. Если ребенок еще не вышел из модели, то нам предстоит его передать и перевести в другую систему. То есть если мы хотим, чтобы, например, занятия у нас длились 2 года, в исследованиях мы можем увидеть, что в течение этого срока, например, изучались группы детей, то вступить в модель нужно, получается, действительно в раннем возрасте, то есть до 3 лет. Каким же образом реализуется вот это обучение каждую минуту внутри повседневных рутин? Звучит хорошо, да, наверное, интересно, но а как? Как это сделать? Есть разные формы, которые мы можем предоставлять обучение. Во-первых, это терапия в центре или терапия дома, но со специалистом, который обучен, то есть с терапистом. В этом случае терапия будет интенсивной, она будет длиться от 15 до 20 часов в неделю, и это будет вполне себе интенсивное вмешательство, сопоставимое с тем, которое ребенок получает, находясь, например, в APA-терапии. Другой формат, который разработан и который изучался и сравнивался, в том числе с первым форматом или с другими вариантами обучения родителей, это как раз формат, формат, он называется P-ESDM, то есть P как parent, родитель. Родитель дома реализует программу полностью самостоятельно, но он встречается со специалистом от одного до трех раз в неделю. Есть исследования, которые показывают более интенсивную работу со специалистом. Здесь возможны вариации. И есть третий формат, который подразумевает обучение ребенка в группе детского сада. То есть в течение дня ребенок находится просто в группе детского сада, но в этой группе организованы условия таким образом, что обучение будет происходить внутри режимных, рутинных, игровых и прочих моментов. Лев обещал нам собрать целую коллекцию ссылок, и вы сможете почитать про сравнение этих моделей между собой, про сравнение разных вариаций внутри одной модели, например, какая родительская модель будет вам работать лучше, таким количеством часов контактов с терапистом в центре. Конечно же, интенсивная модель, я вам сразу скажу, она выигрывает, да, и результаты, которые мы видим у детей в данной модели будут выше, но и модель, в которой работают родители, тоже показывает хорошие результаты в освоении детьми навыков. Итак, мы поговорили о формате. Теперь я обещала разобрать более подробно четыре принципа, которые лежат в основе ESDM. Первое – это то, что ESDM у нас основано на онтогенезе, то есть на том, как типично, обычно развиваются дети, на том, в какой последовательности появляются навыки, кто отвечает за появление навыков. И типично взрослый, тот взрослый, который ближе всего, тот взрослый, который проводит с ребенком больше всего времени и будет главным провайдером обучения, то есть главным человеком, который сможет учить во все эти режимные и рутинные моменты. Последовательность появления навыков, она тоже описана. В психологии развития мы можем найти эту последовательность. И идея в том, что если какой-то навык, преднавык, первый навык пропущен, то следующий за ним не сможет сформироваться качественно. Он будет, так скажу, ну, как кусочек пазла, в пустой проем упадет и не будет стоять на своем месте. То есть мы должны учить детей, опираясь именно на типичные навыки, которые приобретают дети в процессе своего развития. И в этом случае мы сможем это развитие сделать максимально гармоничным и максимально полным. Мы сейчас говорим об обучении детей с расой, потому что бендерская модель, да, она, конечно, разработана для того, чтобы учить детей именно с расстройством аутического спектра. Формат, как навыки приобретают дети в рутинных, в играх. Причем, когда я говорю про режимные моменты, это не значит, что мы учим ребенка только во время одевания, прихода с прогулки или ухода на прогулку. Нет. Обычная деятельность ребенка раннего возраста – это еще и взаимодействие с родителем внутри игр. Игры друг напротив друга, игры на коленях у мамы, игры, когда папа подбрасывает вверх, игры перед зеркалом и так далее, и так далее. То есть игровой формат является одним из ведущих видов в деятельности, и в игровом формате мы будем проводить свое обучение чаще всего, опираясь на то, что маленькие дети учатся мультимодально. Что это такое? Это значит, что нету какого-то ведущего канала восприятия, который ребенок использует, и именно этот канал нам нужно развивать максимальным образом. То есть, если мы разложим перед ребенком много карточек, перед ребенком двух лет, и будем его что-то спрашивать про эти карточки, мы можем научить его, но дети так не учатся. Дети взаимодействуют с объектами, дети манипулируют этими объектами, они грызут, потом они ими стучат, потом они выполняют ими какие-то функциональные действия. Они слушают, какие звуки издают эти объекты, они ощущают форму этих объектов, размер, свет, видят свет, чувствуют запах и так далее. И когда мы будем подбирать наши инструменты, наши материалы для работы, то мы скорее отдадим предпочтение не картинному материалу, а каким-то настоящим объектам, игрушкам, которые 3D, книжкам, которые мы тоже можем просматривать, которые могут быть объемными, могут быть обычными, зависит от возраста ребенка и от наших целей. Но мы не будем уходить только в визуальную модальность и будем использовать все возможные компоненты. И я говорила вам уже о том, что авторы рассматривают любой коммуникативный акт как возможность научить ребенка сразу многому. И мы сейчас с вами посмотрим очень короткий ролик, он будет меньше минуты. И я попрошу вас обратить внимание на то, какая это была рутина, то есть какая деятельность, чем мы были заняты. И второе, на то, каким навыкам ребенок внутри этой деятельности учился. Посмотрим и посмотрим, если у меня будет визенчат, я посмотрю ваши ответы и расскажу, как было на самом деле. Так, сейчас я запущу видео. Лев, вы мне кивните, чтобы все будет видно и слышно, хорошо? Субтитры сделал DimaTorzok и будем говорить пока-пока. Да, пока, Паша. Грустно-грустно. Прощаемся, Леня. Пока-пока. Мама. Пока-пока. Пока-пока. До завтра. Я нажимаю на паузу, коротенький кусочек подошел к концу. Напишите, пожалуйста, деятельность, которой мы были заняты, навыки, которые мы учились. Лев, есть ли возможность как-то мне чат показать? Ага, я могу сама это сделать. Уважаемые слушатели, вопросы, которые вы задаете, я смогу посмотреть в конце, потому что чат у меня не выведен на экран. Пока посмотрю ваши ответы. Потом скрою чат обратно. Ага, ритуал прощания, навык выполнения инструкции понимания речи части тела. Что еще было? Одевание. Угу, окей. Учили части тела эмоции. Угу. Имитация. Точно. Да. Смотрите, вы правильно угадали, что это было прощание. Мы действительно просто заканчивали занятие. Все, закончился часовой урок, ребенок отправлялся домой. Но перед тем, как сказать ребенку до свидания или просто открыть дверь и отпустить, мы сделали маленькую короткую игру. Внутри этой игры нужно было... Целью была, в общем-то, просто обуть ботиночки, потому что в помещении ребенок находился без ботинок. Можно было обуть его или обуть его в коридоре. Но мы прозвлечали части тела, потому что ребенок их путает. Говоришь, дай руку, он дает ногу, говоришь, дай ногу, он дает руку. То есть у нас была коротенькая цель, связанная с развлечением двух частей тела. У нас была цель, связанная с тем, чтобы ребенок удерживался внутри сенсорно-социальной игры с педагогом какое-то время. Мы видели, что в конце ребенок был готов уже убежать, уже уйти. И, в общем-то, это то, с чего мы начинали. Он не играл напротив лицом к лицу с другим человеком. Для него это был навык, которому нужно было учиться. То есть удержание внутри сенсорно-социальной игры определенное время. Я не помню, какая цель стояла в нашей программе, но мы над ней здесь поработали. Цель, связанная с реакцией на стимул «пока». Когда я сказала «пока», я не показывала жеста, ребенок помахал рукой самостоятельно. Мы делали это по имитации, здесь он выполнил это по инструкции. Инструкция, связанная с третьими лицами. Помаши маме. Мы выполняли это и в других заданиях. Кинь мячик маме, сделай еще что-то маме и так далее. Навык, связанный с одеванием. Возможно, мы тренировали, возможно, нет. Видео обрезано, я сейчас не могу вспомнить, кто там застегивал сандалики. Подозреваю, что, скорее всего, этот навык мы здесь не потренировали, хотя вполне могли бы его включить. Может быть, просто его не было в наших целях программ. В принципе, мы можем с вами продолжить. Видео было коротенькое для примера. Если у нас потом останется время, сможем посмотреть еще какое-нибудь видео, связанное с мерцом. Приветствую. То есть, как вы видели, в эпизоде, который занимал меньше минуты, мы взяли много-много целей. И все эти цели, я не просто дала задание или не просто пощекотала ребенка. Я в этот момент старалась опираться на следующий принцип дендерской модели, который называется поведенческий, который для меня близкий и понятный. И этот принцип, в первую очередь, нам говорит о том, что мы должны, обучая ребенка, все время придерживаться знакомой нам трехкомпонентной обусловленности. Я думаю, что, скорее всего, все наши слушатели с ней знакомы тем, что у нас есть поведение, и оно не находится в безвоздушном пространстве, оно не живет само по себе. Ему что-то предшествует и его вызывает, и что-то это поведение подкрепляет. Только если подкрепляющее событие случится, поведение в будущем будет повторяться вновь и вновь. И наша задача, когда мы занимаемся с ребенком в рамках дендерской модели, все время создавать такую ABC-последовательность и следить за тем, чтобы она создавалась буквально при любом нашем обращении к ребенку. Дай руку. Это антецедент. Ребенок дает руку. И после этого немедленно идет последствие. Кусь, 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 кусь. То есть тут же немедленно я подкрепляю эту реакцию ребенка. Дай ногу. Антецедент. Ребенок дает ногу. Кусь, 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 кусь. Подкрепление идет немедленно. Такая трехкомпонентность должна быть буквально во всем. И если вы учите какой-то одной цели, то вы повторяете один и тот же антецедент, одно и то же поведение, одно и то же последствие. Когда вы учите пяти целям одновременно в маленькой короткой игре, и вы не знаете, сколько раз вы скажете «дай руку», сколько раз вы скажете «дай ногу», а сколько раз вы скажете «пока-пока», вам нужно следить, чтобы каждое ваше слово, каждое ваше действие, если вы что-то имеете в виду, оно обязательно приводило к поведению. Если не приводит, то вы оказываете ребенку подсказки, как, например, я делала на видео, когда показывала на руку или показывала на ногу. То есть в маленький момент времени вам нужно следить за тем, что не важно, чему вы учитесь, переключаетесь вы между навыками или нет, трехкомпонентная последовательность должна быть всегда на месте. И это одно из самых сложных, как мы выяснили, действий для тераписта, чтобы в высоком темпе переключаться между разными задачами, не теряя этой ABC-модель. Что еще Денбергская модель взяла из поведенческого подхода? Она взяла методы обучения. В общем-то все, все знакомые вам, формирование, цепочки, обучение с помощью подсказок, все это есть в привычном знакомом для поведенческих специалистов виде. Чего, скорее всего, там не будет, так это обучение отдельными пробами. Не потому, что модель полностью исключает такой формат работы, а потому что, как мы говорили выше, этот формат не является типичным, не является естественным для развития ребенка, и модель его не использует в первую очередь. Но если ребенок не учится в формате игры, если мы не смогли подобрать такие материалы, которые сделают возможным обучение в рутинные режимные моменты, то в этом случае мы вполне можем подключить более структурированные форматы, обучать ребенка, сидя за столом один на один, и используя ABC-последовательность, очень четко регламентированная и запланированная, как мы обычно делаем в DTT-методе. То есть этот метод в большинстве случаев не используется, но не исключается, если ребенок не учится другим способом. Еще из поведенческого подхода нам пришел мониторинг данных. Нам, я имею в виду, нам в дендерскую модель. Постоянный сбор данных и отслеживание прогресса. Мы не пускаем такое даже веселое обучение на самотек, но как же собирать данные, что же делать, ведь ребенок вообще-то обучается буквально каждые 10-20 секунд. Мы даем новый обучающий блок. При этом мы находимся в позиции, сидя на корточках, лежа на диване лицом к лицу или сидя с ребенком перед зеркалом. О том, каким образом собирать данные, мы чуть-чуть сегодня поговорим, но чуть-чуть позже, в следующей части. Это то, что касается поведенческой части внутри нашей системы. Теперь перейдем к следующей планете — комплексности. Модель охватывает обучение разным сферам. Здесь на слайде вы видите не все, но внутри книги вы увидите полный перечень навыков, полный перечень сфер, над которыми мы можем работать. Рецептивная речь, экспрессивная речь, близкие логопедам термины. Мы можем говорить, что это навыки говорения и навыки слушателя. И все эти навыки будут разбиты на уровни. Уровни в денверской модели будет четыре. Вы видите на слайде их разбивку по возрасту. Я думаю, многим из вас это напоминает, что есть уровни, ну, пускай их четыре, а не три, и есть много разных отдельных сфер. Это похоже на WebMap или на Able. В Able все нет уровней, то есть больше это похоже на WebMap. Да, действительно, ну, у меня тоже такая ассоциация была. Если у вас она возникла, то... Значит, она возникла не у меня, не только у меня. Когда мы с вами говорим о комплексном подходе, мы говорим о том, что мы ставим цели из разных сфер. Мы не обязательно выберем все сферы, которые описаны в учебном плане. Мы возьмем те, которые, конечно же, сделают жизнь ребенка лучше, которые ему помогут. И для того, чтобы все эти цели четко сформулировать, для того, чтобы определить, а нужно ли нам ставить моторные цели, а нужно ли нам ставить с этим ребенком цели, которые связаны, например, с навыками вне дома. Нужно или не нужно? Мы должны только консультироваться со специалистами. Поэтому, в принципе, модель применяет, разделяет и пропагандирует мультидисциплинарный подход. То есть, если вы работаете в команде, например, вы работаете в ликотеке, в службе ранней помощи, вы работаете в центре, у вас есть коллеги, вместе с которыми вы можете обучиться, это будет здорово, потому что в этом случае ребенок всегда сможет получить консультации и сможет получить более внимательную постановку целей от узкопрофильных специалистов. Внутри вот этой команды специалистов, которые могут помочь в составлении программы, находится, собственно, ребенок и его родители. И не только. Еще и специалист, я назвала его куратор, но на самом деле это лидирующий специалист, лидер команды. То есть тот человек, который будет составлять учебный план, который будет разрабатывать цели для конкретного ребенка, посоветовавшись со всеми специалистами. Если у нашего ребенка есть какие-то нарушения зрения, то мы отправимся к врачу, мы отправимся к офтальмологу, получим рекомендации. Куратор учит вот эти рекомендации при составлении учебного плана и при выборе цели. Что же это за куратор, где на него выучиться? Куратором, в общем-то, может быть любой специалист из этой команды. Чаще всего это будет логопед или психолог, или может быть поведенческий аналитик. То есть эту роль может выполнять специалист разного профиля, который обучился и знаком именно с этим подходом. То есть работает в рамках дендерской модели раннего вмешательства. Получается, что у нас есть определенная гибкость. Мы можем назначить куратором специалиста разной профессии. Это достаточно необычная вещь для модели. Мы можем реализовывать модели с кем-то дома, с кем-то в рамках центра, с кем-то в рамках группы. Мы можем с одним ребенком заниматься больше в рутинные моменты, а с другим организовывать более специализированные игры. То есть у нас нету какого-то жесткого ордера, какого-то жесткого порядка. И скорее модель, она похожа не на такой греческий храм, канонический, у которого все должно быть на своих местах, а похожа на замок из песка, который мы можем построить. В каждом конкретном случае у нас получится чуть-чуть что-то свое, чуть-чуть определенный замок, который отличается от того, который мы построили вчера. То есть реализация модели с каждым конкретным учеником, в каждой конкретной семье, в каждой конкретной стране может выглядеть чуть-чуть иначе. Но для того, чтобы она не была просто игрой или какой-то не очень полезной деятельностью, мы должны очень четко следить за соблюдением всех этих принципов, о которых я сказала. И для этого внутри самой модели заложена такая штука, как инструмент, то есть это не просто описание того, как бы хорошо было следовать за инициативой ребенка и обучать его в каждый момент его жизни. Нет, это четкий, продуманный инструментарий, и внутри самого учебника вы, в общем-то, можете весь его получить и подробно с ним познакомиться внутри курса. Я здесь выписала только некоторые инструменты, которые описаны в модели. Это курикулы, учебный план, это то, как установить контакт, какие шаги мы должны пройти, когда мы хотим только познакомиться с ребенком, когда мы хотим сделать так, чтобы он обратил на нас свое внимание, и мы могли, собственно, делать ABC-последовательность, то есть давать какие-то стимулы, на которые учить ребенка реагировать. Есть алгоритм для построения совершенно любой игры. У игры есть четыре этапа, которые мы должны заполнить, спланировать, и в этом случае наша игра действительно будет обучающей. Есть древо принятия решений, которое поможет нам решить, что делать, если ребенок не учится тем способом, которым мы его учим. Что делать, если ребенок не начинает говорить? Когда нам выбрать альтернативную коммуникацию? В какой альтернативной коммуникации нам прибегнуть? Что нам выбрать? Жесты или ПЕС? В какой момент сделать этот выбор? Есть оценочная система для специалистов. Сегодня мы с вами более подробно посмотрим на два из этих инструмента. Я расскажу вам про куррикулум, а ЛЕП с вами попробует, если останется время, поработать вместе с оценочной системой. И вы поучитесь, собственно, наблюдать за специалистами, чтобы специалисты при всей этой вариативности не разбегались, не расслаблялись и не теряли из своего фокуса внимания основные принципы. Когда мы с вами говорим о куррикулуме, то есть о составлении учебного плана, то у нас есть определенный маршрут, который нам нужно построить. Чтобы построить маршрут, нам нужно решить, а мы где? Где мы сейчас? В какой части нашего прекрасного леса? В какой части своего обучения ребенок? Где он находится? Для этого мы обычно оцениваем его навыки. Мы это делаем не по какой-то стандартизированной схеме с набором конкретных материалов. Мы используем инструмент, который называется куррикулум, который находится в учебнике в самом-самом конце. Куррикулум — это список навыков, которые ребенок умеет делать к тому или иному возрасту. Помните, распределенные по уровню. Мы проверяем эти навыки внутри игры. То есть мы готовим какую-то веселую игру, мы уже установили контакт с ребенком, мы начинаем играть в эту игру и смотрим. Ребенок внутри этой игры демонстрирует навыки, которые есть в куррикулуме. Ну, например, ребенок меняется с нами игрушками или нет? Ребенок указывает нам на то, что он делает или нет? Ребенок смотрит нам в глаза, чтобы попросить предмет. Спросит ли он нас о помощи, отказывается ли? То есть мы выбираем те пункты куррикулума, которые подходят под игру и проверяем, насколько навыки есть или нет. Мы стараемся спровоцировать навык. То есть создаем ситуацию, чтобы ребенок мог показать, может или нет. Интересовали какую-то вещь, отдавили, что он попросит или не попросит. Окей, не попросил. Мы сделаем это во второй раз. Третий раз. Для того, чтобы убедиться, что ребенок точно не умеет. Или умеет, но не до конца устойчиво. То есть мы хотим здесь дать ребенку возможность быть успешным, но при этом хотим очень четко увидеть, что навык не был случайным и не был случайно повторен один раз. Если мы играем, то вопрос, как же мы тогда соберем данные. Для этого есть технология. Авторы предлагают каждые 15 минут делать паузу, прерываться в игре и смотреть, какие сферы куррикулы мы успели проверить, ставить там определенные значки, сейчас посмотрим, какие, и продолжать играть дальше. По моему опыту нужно было прерываться чаще. То есть за 15 минут есть шанс забыть. И может быть удобнее это делать после одной или двух коротких игр. Но в данном случае решать вам, как это будет делать в площади. Дальше. Все эти отметки мы вносим в специальный лист. У нас есть лист с определенной кодировкой. Ну, например, навык. Ребенок кормит домашних питомцев. И мы можем за этим навыком пронаблюдать. То есть мы можем использовать, поставить отметочку вот здесь, в сфере наблюдения. Если ребенок пришел к нам в центр, он вряд ли взял с собой своего лабрадора из дома, вряд ли они взяли пачку формы и миску. Поэтому пронаблюдать мы, скорее всего, не сможем. Поэтому спросим родителя. Для этого у нас есть отдельная колонечка. После этого мы спросим специалиста. Если ребенок уже работал с каким-то специалистом, и мы сравним два мнения родителей и специалистов. И поставим определенную кодировку. Ну, например, наш ребенок, со слов родителей и специалиста, умеет кормить своего домашнего питомца. И нам предстоит решить, что мы ему поставим. Навык освоен, частично освоен, не освоен или не проверяли. Выберите, какая буква подходит больше всего. Я подожду чуть-чуть, не вижу ваших ответов, но уверена, что они правильны. Да, конечно, навык освоен. То есть, со слов двух людей он есть. Один из этих человек специалист, который наблюдал за этим навыком, естественно, среди ответов. Ставим код. Вот так примерно может выглядеть лист, в котором мы работаем. Это наш рабочий лист. Здесь написаны все-все навыки. Но написано достаточно сокращенно, потому что тогда еще не было перевода, я приводила сама. Написано короткое описание, чтобы мы сориентировались, в какую игру здесь поиграть, или на что обратить внимание. И мы проставляем наши данные. И вот справа, не знаю, видно вам или нет, за нашими выступающими, за львом и мной, вот здесь стоит кодировка. Какие мы все это делаем? Мы тратим час или полтора. Курикулум занимает не менее, чем такой период времени. Скорее, это будет полтора часа. Когда мы все это заполнили, мы смотрим на наш сводный лист, смотрим на наши крестики, на наши О, на наши Ч, на прочие наши кодировки и выбираем цели для обучения. То есть мы решаем. Мы решили, где мы. Мы видим это с помощью листа. Мы решаем, куда мы идем. Как ежик, который шел к медвежонку. Мы идем к каким-то целям. И цели мы будем ставить из зоны ближайшего развития. То есть из того, что ребенок сейчас может делать вместе со взрослым, с помощью у него получается. А без помощи он этого делать не может. То есть то, что вот-вот. Вот-вот скоро может появиться. Скорее всего, мы выберем те навыки, которым мы поставили букву Ч, то есть они частично освоены. Например, мама говорит, что делает, а на занятия не показал. Или на занятия показала, а мама говорит, что дома никогда так не бывает. То есть навык вот-вот есть, но еще неустойчивый. Или возьмем неосвоенные навыки, но с подсказками, например, ребенок с ними справляется неплохо. Все эти цели мы упакуем в такой план, который будет рассчитан на 12 недель работы. Это такая отличительная особенность денверской модели, что планы разрабатываются на период 12 недель. 12 недель – это не очень много, не очень мало. То есть то время, за которое мы можем освоить поставленные цели, но при этом не зависнуть, а не терять время. При этом, если будет нужно что-то скорректировать, мы тоже сделаем это достаточно быстро. Если у нас план реализуется дома, то целей будет 10-15, не больше. Если план реализуется в центре, то целей может быть до 25 из разных сфер, социальное развитие, рецептивные навыки и так далее. То есть план будет достаточно плотно скомпонован. Нужно понимать, что цели – это не все, что написано в куррикулуме. То есть цель мы выбираем, основываясь на том, что ребенку необходимо. Куррикулум – это как опорный пункт. То есть это для проверки определенные как вехи развития ВИБМЭП, но когда мы выбираем цель, мы можем ее чуть-чуть модифицировать под нашего ученика. Важно выбрать цель в разных сферах, то есть не учить только рецептивные речи, например, или не учить только экспрессивные речи, говорения. И мы не обязаны выполнять все пункты куррикулума. Если кормить домашних питонцев не важно нашему ребенку, потому что у него аллергия, и у него нет домашних питонцев, то мы не будем его учить это делать. Мы выберем те навыки, которые будут для него актуальны. Также в дейнверской модели есть очень четкий регламент того, как мы ставим цели. Цель — это не просто «Ммм, Вася будет кормить домашних питонцев». Цель очень поведенческая, очень четкая и дает возможность всем понять, кто же научится делать наш ребенок за 12 недель обучения. Но начинается она с необычной штуки, которую в ИБИ мы обычно не вписываем. Это контекст. Мы указываем, внутри какой ситуации ребенок будет демонстрировать навык. Внутри игры, или во время приветствия, или во время ухода домой, во время купания. То есть мы здесь напишем контекст, в котором навык будет демонстрироваться. Там мы его и будем с вами проверять. Там мы и посмотрим, что этот навык появился. В общем, мы пишем конкретный SD, то есть антоцидент, который предшествует поведению. Когда игра внезапно прорывается, ребенок смотрит в глаза, вокализирует или просит продолжения жестом. То есть у нас есть конкретный антоцидент, конкретное поведение ребенка в ответ на этот антоцидент, и критерий. Как хорошо ребенок должен это делать, чтобы мы перестали его интенсивно учить этому навыку и могли просто убрать его в поддерживающий режим. Например, 4 из 5 проб, 5 игр, двумя партнерами по игре, 3 дня подряд. То есть здесь у нас будет и критерий достижения мастерства, и критерий обобщения между разными людьми. Все это мы прописываем в последнем большом блоке. Таким образом, мы формулируем с вами каждую из 25 или из 10 целей, которые мы решили поставить перед нашим учеником. Хорошо, цели поставлены, но на этом работа с планированием не заканчивается. Дальше мы должны определить промежуточные задачи, ведь цель — это что-то, куда ребенок придет только через 3 месяца, через 12 недель. Он пойдет каким-то маршрутом, какой-то дорогой, и промежуточные задачи как раз помогают нам с этой дороги не сбиться. А мы пишем, что ребенок умеет делать сейчас. Например, сейчас увидите табличку, там вместе посмотрим пример. Дальше мы пишем вот эту нашу конечную цель, что умеет сейчас и чему научится. И между этим решаем, какие промежуточные ступени могут быть. Ну, например, если мы хотим, чтобы он их в глаза смотрел и жестом нас просил, и еще вокализировал, то, наверное, сначала мы его научим, например, смотреть в глаза, потом просить жестов, потом подключим вокализацию. То есть это будут последовательные наши шаги к достижению цели. Примерно мы на 6 ступеней будем разбивать нашу лесенку. Внизу то, что ребенок уже умеет делать сейчас, а наверху то, что ребенок научится делать с помощью нашей программы. Вот так будет выглядеть лист для одной цели. Например, просят продолжение жеста только в одной пробе и в одной игре. Потом делает это устойчиво, но в одной игре. Потом делает в двух играх и так далее, и так далее. Как вы сделаете маршрут? Это ваше дело. То есть в данном случае каждый учитель будет составлять свой маршрут для ребенка. Вот тот самый куратор, лидер команды будет заниматься этим вопросом. И такую схемку, такой путь, такой маршрут мы должны сделать для каждой цели, которая у нас вписана в учебный план. Для чего циферки 1, 2, 3, 4, 5 это уже пример из чек-листа. То есть когда ребенок идет на занятия, мы сможем пронаблюдать, как он на занятии справляется с тем, чтобы выполнить действия на определенной облучаемой ступени. Алина, нам надо понять, не заблудились ли мы по дороге к нашему медвежонку, не попали ли мы где-то в тумане на препятствия, не пришли ли мы не туда. Для того, чтобы это сделать, мы обязательно должны мониторить, отслеживать прогресс нашего ученика и заполнять для этого чек-листы. Вот то, что вы видели, это как раз маленький пример чек-листа, в котором мы будем следить, как мы переходим со ступеньки на ступеньку и через 12 недель сможем все обновить. Вот, посмотрите, да, и может быть сейчас, если с чек-листами такого типа еще не работали, может быть, чуть-чуть сложно, но я тем не менее расскажу коротенечко. У нас есть все эти шесть ступеней, и мы определяем, о чем сегодня у нас работа. Мы прям маркером это можем выделить. Это очень удобно. Вы распечатываете много одинаковых листов, каждый день берете новый и выделяете маркером ту ступень, на которой вы работаете. И вы делаете отметки. Например, каждые 10 минут урока. Мне показалось, что удобнее делать после каждой игры. Мы поиграли с ребенком и смотрим, он в этой игре просил продолжение жестом, так, чтобы это делать уверенно, в 80% случаев. Плюс или минус? Если плюс, ставим его сюда. Если плюс-минус, ставим плюс-минус. Таким образом, заполняем наш чек-лист каждые 10 минут урока или после каждой игры. И потом выводим общую отметку. Если мы видим, что ребенок уверенно получает здесь плюс, значит, на завтра, возможно, мы перейдем на следующую ступень. Отметим ее маркером и будем работать над ней. Таким образом, каждый наш следующий чек-лист будет показывать нам, приближаемся ли мы к финальной цели или мы застряли на какой-то одной программе. Конечно же, все это мы обычно еще приносим в графике, но сегодня про это мы с вами говорить не будем. В общем-то, это все, что я хотела вам рассказать. Я хотела вам сказать про модель, познакомить с курикулом, дальше передать слово любую, чтобы он познакомил вас с еще одним инструментом. Я думаю, что будет хорошо, если я посмотрю ваши вопросы. Да, Лев? А потом вы чуть-чуть попрактикуетесь со вторым инструментарием. Так, сейчас я остановлю показ. Ага, и вы можете писать вопросы. Если вы их заготовили, то, пожалуйста, я сейчас готова их принять. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Пока вопросов нет. Если я что-то пропустила, Лев, а вы видели вопрос, вы можете его поднять. Ага, Алла спрашивает, могу ли я там указывать варианты игр? Алла, если вопрос о целях, то вы можете указать конкретные варианты игр. Я нашла полезным сделать такую большую, в любом, большой-большой лист, в котором выписывала все игры, в которые мы играем с конкретным ребенком, с конкретным учеником. И дальше мы отмечали, мы в этот день играли в эти игры или не играли, как был в них ребенок, успешен или нет. Но можно прямо в цели поставить, что ребенок научится внутри таких-то игр выполнять такие-то действия, имитировать такие-то движения. Если хотите, можете задать вопрос голосом, у нас тут такая замечательная платформа, всех будет слышно. Ага, в чем отличие от других методик, например, флортайм? Елен, очень хороший вопрос. Я не являюсь специалистом по флортайм, я читала книжку, и я знаю базовые вещи, я не проходила обучение. Что я могу сказать? Сходств много, приключек с моделью много, но вот эта поведенческая часть, которая связана с очень внимательным отслеживанием трехкомпонентности, с систематичной работой с подсказками и уходом от этих подсказок и с фиксацией данных, она отличается от флортайма в том виде, в котором я знаю флортайм. То есть здесь больше структуры и мониторинга. Нужно ли прописывать критерии перехода от одной промежуточной цели к другой? Александра, я думаю, что это остается на ваше усмотрение, но авторы не утяжеляют этим рекомендации. На практике я не нашла это полезным, то есть здесь нужно тренировать, наверное, клиническое мышление, способность принимать решения, ориентируясь на перформанс, на то, что ребенок нам демонстрирует. И иногда мы переходим с одной ступени на другую внутри одного урока, то есть мы не ждем следующего урока. Если ребенок очень хорошо выполняет, например, внутри одной игры какие-то там инвестиционные действия, мы сегодня подключим следующую игру и попробуем с ней. Или мы сегодня включим новые действия. То есть вот такой строгости протокольной, которая иногда бывает в EBI программах, но опять же не во всех, хоть и в партнерше другому устроена программа, здесь ее не будет. Какие лучшие методы после пяти лет поведенческой терапии? Исследования говорят нам о том, что это поведенческая терапия EBI. Я буквально еще одну минутку поотвечаю на вопросы, передам слово Льву. Лев, есть у нас эта минута? Ольга спрашивает, заранее ли я в каждой игре прописываю, каким навыком буду обучать ребенка или прописываю навыки, но следуя мотивации ребенка? Ольга, спасибо, очень хороший вопрос. Я заранее решаю, каким навыком я могу обучить ребенка внутри игры, но если что-то пойдет вариативно, каждая игра предполагает вариацию, она предполагает момент неожиданности, то мне придется включить свое решение на месте и может быть научить еще какому-то навыку, но без продумывания, без заранее составления сценария игры достаточно тяжело качественно провести сессию. Мы сегодня об этом не говорим, но внутри книжки там прямо написано, какие стадии должны быть у игры, я вам очень рекомендую обратиться к этому, а потом... ... ... ... ... ... ... ... Спасибо. Да, есть некоторые принципы. Подход, основанный на антогенезе, психологии развития, эти все вещи, да, они общие. Окей. Ага, волнует вопрос по туалету. Отдельно туалетного тренинга специального в дендерской модели нет, но у нас есть очень много вариантов туалетного тренинга, которые мы можем включить и взять обеспечить банку с помощью этих тренингов. Спасибо большое, коллеги, за вопросы. Я думаю, что если вы еще хотите успеть посмотреть на второй инструмент, то, наверное, пора передать слово Льву. Коллеги, давайте, да, я на правах хозяина. Большое спасибо, Любовь. Думаю, что свои вопросы вы можете адресовать либо мне, и я их отправлю в Любовь Астровской, либо в группе напишите, там, где будет размещена запись, в Facebook-группе «Дендерская модель раннего вмешательства». Вы там напишите свои вопросы, мы, Любовь, в первую очередь, и я, по мере сил, постараемся на них ответить. Вот, туалетный тренинг, конечно, и у нас есть неплохая книга, посмотрите. Идет работа «Точка дети», наш сайт. Есть хорошие поведенческие тренинги, в книге идет работа, это описано. Или посмотрите тренинг «Юлия Эртс», она проводит. В основном это поведенческие тренинги, да. Вот, давайте мы пойдем дальше. Вот, тем более час, и нам еще работает еще минут 20-30, наверное. Да, ой, Любовь, большое спасибо еще раз. Это очень было хорошо, очень было здорово сделано. Вот, спасибо. Так, давайте пойдем дальше. Мы сейчас посмотрим видео, одну минуту, вот, и потом попробуем его оценить, это видео, проверить, насколько оно, по каким целям оно осуществляется и делает. Так, сейчас я это видео найду, в первую очередь, и затем вам его включу. Так, сейчас прошу меня подождать. Подождать. Так, сейчас я немножко закрутился. Дверь, ты видишь, ущельки, ущельки, ущельки. А, вот, и прошло новое время, он читал, когда Мария Убаля, вот, и спеша нормаль. Отлично, нашел я видео. Сейчас мы его посмотрим. Это то самое видео, которое я рекомендовал посмотреть во всех своих местах. Папа, я пробую? Да, сейчас. Папа, я пробую? Ой, это уже повтор. Но оно коротенькое, мы его второй раз смотрим. Нет, я хочу. Сова. Папа, пойдем на волосы. Папа, пойдем на волосы. Папа, пойдем на волосы. Папа, пойдем на волосы. Вот, надеюсь, видео вам было видно и слышно. Так, да, это видео вы можете посмотреть целиком, оно в фейкбук-группе есть. А, ну вот, отлично, вот, Алла, вы пишете цели, это прекрасно. Давайте я сейчас вам прочитаю те цели, которые писала сама Салли Роджерс. Значит, девочке два года, очень маленькая инициация, внимание, у нее минимальная вербальная и невербальная коммуникация, это ее третья терапевтическая сессия. Терапевт очень профессионально использует техники дендерской модели для привлечения и удержания ее внимания, для поддержания внимания, для переключения ее внимания между объектами, с которыми они играют, и партнером, использует и вербальную, и невербальную коммуникацию. Терапевт поддерживает инициацию общения ребенком, используя, используя речь, взгляд и жесты. Многие, много целей для обучения используются, преследуются в этом эпизоде. Салли Роджерс говорит о восьмиминутном видео, да, мы сейчас смотрели одну минуту. Вот. Многие цели для обучения видны в этом восьмиминутном эпизоде, включая рецептивную речь, экспрессивную речь, вербальную и жестовую коммуникацию, имитацию, вербальную и жестовую имитацию с предметами, разделение эмоциями, да, возможность делиться эмоциями, совместное внимание, смена очередности по ролям, инициация и поддерживание коммуникативных кругов. Вот очень важный термин, который, взаимная коммуникация, я что-то говорю, делаю партнеру, партнер что-то говорит мне. Далее, разнообразие прагматических, функциональных и когнитивных навыков. Терапевт предоставляет учебные возможности для обучения каждые 10 секунд, это признак качественной работы. Каждые 10 секунд, да, вот и Любовь Островская в своем видео, там было то же самое, там было на вот эту минуту, да, не менее 10, по-моему, различных моментов обучения, да, это же не только рука-нога, это еще и эмоции, это ребенок смотрит и ждет, да. То есть всего чаще, чем каждые 10 секунд терапист дает момент для обучения, дает возможность для обучения ребенку. Значит, обратите внимание, как терапист изложит тему игры и развивает эту игру. Как терапист уменьшает повторяемость в игре, предоставляет новые возможности для обучения, поддерживает мотивацию ребенка. Приятно видеть, как вместе ребенок и взрослый создают игру. Вот, это то, о чем говорит Салли Роджерс, вот, то, о чем пишете вы в групповом чате. Вот, сейчас я вам покажу, вот, сейчас я вам покажу систему оценки дендерской модели, это приложение 2. Мы по ней проходить сейчас не будем, и времени мало, и все-таки вы видели недостаточно. Конечно, нужно оценивать работу тераписта на основании, ну, часа. Мы планировали, но с любовью, но я решил, что это немножко самоуверенно на основании одной минуты делать какие-то выводы. Вот, но сама таблица выглядит вот так. Я сейчас включу еще раз экран и расскажу вам по экрану по-своему, да. Вот, обратите внимание на... Вот, это верстка книги, у которой вы можете приложение 2. Вот, в книге есть и это возможность оценить качество своей работы по видео. Насколько качественно вы управляете в пятибалльной шкале. По пятибалльной шкале, там выше подробно описано, на основе чего ставится оценка, вот, по играм, да. Это и управление вниманием, формат АБЦ, да, антисидент, бехевия, консиквенс, да. То есть мы даем ребенку инструкцию, даем подсказку, ждем его ответы, даем ему подкрепление в социальных формах, да. Применение учебных методик, например, формирование реакции, когда мы постепенно усложняем наши занятия, да, определение эмоционального уровня ребенка. Работа с нежелательным поведением, его не было здесь. Денверская модель не придает большого значения нежелательному поведению, пока оно не опасно для ребенка и не опасно для окружающих. Считается, что со временем обучения нежелательное поведение должно уменьшиться, потому что, например, коммуникативные навыки ребенка растут, ему проще объяснить, что он хочет, да. Конечно, если поведение ребенка опасно для него или для окружающих, подключается поведенческий аналитик, который делает план, который проводит функциональную оценку и делает план работы с поведением. Да, если проведение опасное, то поведенческий аналитик делает план работы с поведением немедленно и в процессе уже делает поведенческую оценку. Ну, естественно, да. Качество совместного взаимодействия, то, о чем говорила Салли Ротт, влияние взрослого, эмоциональное состояние и так далее, и так далее, и так далее. Как усложняется игра, то, о чем так хорошо написано в книге Рама Паблишинг, кстати, для родителей. Насколько важно развивать, как начинать игру, как ее продолжать, как ее усложнять. Вот. Давайте мы пойдем дальше по презентации, потому что нам осталось буквально минут 20 общаться. Значит, видео я закрою и включу нашу презентацию. Значит, мы расступление, практика, у нас была практика. Молодец, я выброшу. Молодец, я тебе оброшу. Описание дендерской модели, у нас была практика. Значит, дополнительные материалы и сертификации. Дополнительные материалы сейчас мы найдем. Вот список дополнительных материалов, и сейчас я вам постараюсь его показать подробнее. Это, к слову, это онлайн-курс по дендерской модели раннего вмешательства. Он стоит 425 долларов. Или вы можете пройти его в Москве 16 ноября за один день за 15 тысяч. Вот этот курс, он длится 2 месяца, там 7 часов видео. Он вот на модуле разделен. Вы вот видите, сколько тут минут. Салли Роджерс начитала лекции, примеры учебных сессий, задания, форумы. Сейчас этот курс проходит первая группа участников. Вот здесь всего 4 модуля. 4 модуля, в конце выдает сертификат. Вот. Можно пройти, этот же курс можно пройти 16 ноября. Значит, вот это сайт, это сайт, опять же, Майн Дэвис Институт, то есть колыбель, как сказать, дендерской модели. Место, где Салли Роджерс сейчас работает в своей лаборатории. Здесь можно посмотреть и список терапистов. Список терапистов, список тренеров и список тех, кто может работать с родителями. Тех сертифицированных учителей для родителей. К сожалению, русскоязычных очень мало. Я называл вот эту девушку из Франции, которая, она работает в государственной клинике во Франции, она прилетала в Москву, но вряд ли она будет вас, родители, консультировать. В Литине есть центр, я напишу позже на Фейсбуке, который проводил локшоп, вот этот основной локшоп. Там наверняка есть русскоязычные специалисты, сертифицированные тераписты. Я опять же напишу, кто это, постараюсь вам сообщить больше информации об этом. Чат я попозже отвечу, позвольте мне, дорогой. Как стать сертифицированным? Как стать сертифицированным? Немножко вперед забегая. Значит, есть сертификация как терапист, есть сертификация как учитель для родителей, и есть сертификация как тренер, то есть специалист, который может учить других терапистов. Везде есть свои ступеньки, я о них чуть подробнее расскажу, чуть позднее. Вот это очень интересный сайт по дендерской модели канадского центра. И они проводят, вы можете зайти на него, посмотреть, он целиком на английском языке. Здесь очень интересная программа, вот это Пейс. Пейс – это рассчитанная на несколько лет научная программа на английском языке, которая говорит о программе обучения родителей и оценке качества терапии через руки родителей, через руки и сердца родителей. Интересно, что дендерская модель много говорит о обучении родителей, и у них есть научные статьи об этом, и у них наверняка есть учебные материалы, первым из которых является книга, две вот эти книги, естественно, учебник, он больше для профессионалов, и вторая – это вот это для родителей, но также есть и непосредственно материалы, которые помогают вот этим тренерам для родителей учить родителей. И вот был запущен проект. Я вас отсылаю к сайту скорее, я не готов сейчас объяснять, здесь есть видео. Дальше мы… Есть фейсбук-группы. Есть фейсбук-группы, из них одна наша, дендерская модель раннего вмешательства, рекомендую вам вступить, хорошее видео. И группа вот этого вот Калифорнийского института, она интересная чем? Она… Ну, это все англоязычные ресурсы. Все англоязычные ресурсы. Вот. Основное, что на них есть, это информация о будущих вебинарах. Эта информация… Они проводят, ну вот сейчас, например, они проводят исследование, для него зовут родителей, опять же. Англоязычных родителей, которые учат своих детей, поучаствуйте в нашем дистанционном обучении. Мы вас поучим, запишите видео. Вот это все бесплатно, это все очень интересно. И есть группа, ресурсная группа для специалистов. Она закрытая, но в нее можно вступить довольно легко. Например, в ней есть специалисты, которые собираются раз в несколько месяцев обсудить групповое применение дендерской модели. Вот то, о чем Любовь из-за недостатка времени не сказала, дендерская модель начиналась как групповое обучение, как обучение в рамках детского сада, да. И очень интересно, что вы можете… Поэтому посвящена десятая глава, и этому посвящена отдельная книга, которую написал, в том числе и Виванти, который проезжал в Москву. Вот. В группе, соответственно, обучение немножко другое, другие цели, но это тоже качественно, интересно. И, естественно, для ребенка естественная среда – это детский сад, это его сверстник. Вот. Вот в этой ресурсной группе одно из последних постов, например, это вот эта Мелисса. Спасибо за прекрасную группу. Я сертифицированный тренер обучения «Я родителей». Я предлагаю обучение родителей через платформу «Телехелп». Пожалуйста, поделитесь этим с родителями, у которых нет сертифицированных терапистов в их среде. Спасибо. То есть вот есть такая возможность. Причем, что таких тренеров достаточно мало, понимаете. И, к сожалению, барьером является язык, но, с другой стороны, ну, как сказать. Очень надеюсь, что этот проект будет бригадален. И в ноябре мы очень надеемся, что первые 20 человек выучатся на основном семинаре. Сейчас у вас есть возможность пройти онлайн-водный. Вот. Давайте пойдем дальше по презентации. Значит, дополнительные материалы, которые упомянуты в книге. Вот. В двух местах книги упомянуты дополнительные материалы. Это дополнительное видео на Vimeo. Вот. Эти видео я стараюсь, я помогаю получить, ну, как получить, запросить учебный отдел MyListice. Вот. И они предоставляют доступ. Долго, со скрипом, но предоставляют. Вот. Есть такие материалы Vimeo.com. Там нужно найти Sally Rogers. Нужно найти Sally Rogers, к ней добавиться и дальше писать в учебный отдел Mind Davis Institute. Вот. Для тех, кто учится у нас на курсах, я помогаю получить этот доступ. Вот. Для тех, кто не учится, ну, к сожалению, пишите напрямую в Mind Davis Institute или пишите Sally Rogers. Это не шутка, потому что ее e-mail можно найти, например, в научных статьях, которые есть в открытом доступе. И вы вполне можете. Я сейчас обращаюсь к студентам. Вы должны быть смелее. Если у вас есть уровень английского языка, достаточный для общения с нашими зарубежными партнерами, вы должны это делать. Вы должны читать статьи, вы должны им писать. Вы должны проситься на практику, на супервизии, на возможность приехать посмотреть. Как люди просятся и ездят, например, в аутизм Бакнаш и Гонконг, да? Вот. Точно так же к ним ездили из Новосибирска, к ним ездили из аутики, из Санкт-Петербурга. Точно так же никто не мешает вам писать, проситься и искать финансирование на ваше обучение. Я повторяю, что я готов помочь, я готов обсудить этот вопрос, потому что я считаю это важным для нашего сообщества. Так же вы можете найти лекции на Ютьюбе, и Салли Роджерс, и ее коллег. Ну, доказательства эффективности, честно говоря, особой необходимости. Я вас отсылаю к статье прекрасной, она на сайте фонда Выход, посвященная. Написали ее вот Григоренко, Лебедева, Бондарь, вот. И упоминается дендерская модель среди трех, насколько я понимаю, это ЭДИА, это тренинг ключевых реакций и дендерская модель. Вот три научно... Три исследования, в которых подтверждена эффективность. Подтверждена эффективность, это означает, что выбрали две группы детей, в одной была дендерская модель, в другой не было дендерской модели, были другие терапии. Прошло два года и измерили качество. Не буду вас грузить цифрами, они есть в учебнике, они есть в подробностях, в описании этих статей тоже есть. Скажу лишь, что Сали Роджерс оценивает качество терапии на уровне прикладного поэтинического анализа, своей дендерской модели. Косвенно это же подтверждают, например, авторы книги «Идет работа», которых вы знаете, то есть ученики Луаса, они проводили в 2016 году семинар сравнение нескольких моделей. Они сравнивали свою модель обучения, дендерскую модель позвали, они позвали Сандверга, как представителя вербального подхода к обучению, и они позвали НЭК, это Центр обучения детей Новой Англии. Это большой очень центр, ну, например, у них есть сайт, который позволяет писать учебные программы, огромный сайт есть, но этот центр неизвестен России, и я про него сейчас не готов говорить. То есть они, по сути, это те, с кем они готовы были общаться. Вот, например, на YouTube есть небольшое очень видео, где сравнивается два других подхода, где сравнивается подход, в сторону я ушел немножко, где сравнивается подход Autism Partnership, там работает. Это единственное видео, на котором видно, как работает Рон Лифф, кстати говоря. Он был много лет директором в Институте Луавааса в Центре, там он работает, он помогает работать вот этому харизматичному англичанину, который сейчас руководит Autism Partnership, Гонконг. Они сравнивают свою модель с моделью Ханен, насколько я помню, о которой вот это видео есть на YouTube, и, в общем-то, не так много видео, где сравниваются модели. Значит, так, что еще я хотел вам сказать. Это Facebook группа, о которой я уже говорил. Вот, давайте мы дальше пойдем по презентации, у нас осталось не очень много времени. Сертификация. Ну, сертификация, ближайшая к нам сертификация, это сертификация на тераписта, вот та, на которую мы все должны стремиться. И вы можете ее посмотреть. Этапы сертификации, они, по сути, книга. Книга, учебный семинар, вводный, который можно пройти онлайн или оффлайн вот 16 ноября. Дальше проходится основной семинар. Основной семинар в оригинале стоит, там, в оригинале он стоит в Калифорнии 2800 долларов, у нас он стоит подешевле. Но в любом случае это больше, чем 100 тысяч рублей за три дня работы. Вот, вы можете написать мне, вы можете поискать информацию об этом семинаре. Сейчас мест нет на ноябрь, но вы можете записаться в лист ожидания или в следующий семинар, который мы будем проходить. Дальше после семинара вы подаете заявку, вы пишете видео с одним ребенком, вы оцениваете себя сами, вы пишете свои цели, отсылаете материалы. Дальше вы пишете видео со вторым ребенком, вот, и дальше вас сертифицируют как тераписта. Этот процесс занимает учебный год, несколько месяцев, довольно долго. Интересно, что начать процесс сертификации вы имеете право в течение трех недель после окончания основного семинара, то есть времени у вас не так много. Вот, давайте мы перейдем к вопросам. Вот, надеюсь, что меня было слышно и все я вам, коллеги, рассказал. Вот, давайте я попробую ответить на ваши вопросы и мы будем уже закругляться. В Латвии, ой-ой-ой, в Латвии есть центр, вот, мы с любовью спишемся и коллеги, если это ваш центр, напишите мне, пожалуйста, обозначьте себя в Денверской группе раннего вмешательства. Я буду счастлив ваш центр рекламировать и упоминать так же часто, как я упоминаю, как я стараюсь. В ноябре будет курс равнозначным модулем, да, ну, они говорят, что он такой же по объему, по содержанию такой же, там, те же 7 часов видео. То есть он онлайн 2 месяца, он длится, но это внутри его 7 часов видео. Вот, то есть те, кто прошел первичный модуль, могут работать с детьми, а кто прошел второй модуль, могут обучать родителей. Нет, те, кто прошел вводный семинар, ну, как поймите, имеют право, вы имеете право работать со своим ребенком в любой момент. Те, кто прошел вводный семинар, они неплохо пишут цели. Любовь Островская прошла вводный семинар, она прекрасно работает. Вот, мы все идем далее на основной семинар, вот. Пройдя основной семинар, вы имеете право сертифицироваться как терапист. Вот, Лев, пожалуйста, еще раз уточнить. Прежде всего, нужно вводный семинар. Да, нужно пройти вводный семинар. Чтобы сертифицироваться как терапист, вы должны пройти в основной семинар. Его можно будет пройти в Москве 16 ноября, нет, 16 ноября в Москве его будет проходить первые 20 человек, 4 группы по 5. Мест нет, вот. Но запишитесь в лист ожидания, если сумма для вас 100-120 тысяч рублей для вас не является барьером, запишитесь в лист ожидания. И вы сможете его пройти позднее. Вводный семинар дает достаточно знаний, он поддерживает ваше знание книги, он показывает вам примеры видеотерапии, он дает вам возможность научиться писать цели, дает вам вот так. Ну, как сказать, чтобы работать с детьми, ну, тут желательно, конечно, чтобы кто-то вам показал, как это все выглядит, как это, да. Вот. Сертификация очень дорогая. Ой, да. Возможно ли получить этот файл по сертификации? Файл по сертификации я спрошу, если разрешат специалисты, я его выложу в группе. Папа! Мне нужно разрешение от них получить, потому что это часть семинара. Какие центры в США работают по дендерской модели? Имеет смысл искать тренеров, тренеров для родителей. То есть, Юлия, вы можете зайти на вот этот сайт, ESDM.co. Вот. ESDM.co вы можете зайти и поискать тренера, да. То есть, а через тренера найти его центр. Или на фейсбуке поискать центры. Основной семинар, да, это обязательный шаг. Чтобы сертифицироваться как тренер. Ну, Алла, мы забегаем вперед, у нас остается не так много времени. Акцептор, аня пташка не имеет отношения к дендерской модели. Это самостоятельный метод для обучения. Следующие семинары в 2000 году. Когда будут. Ну, мы их организуем. Запишитесь. Да, нужно искать Юлиана. Да, нужно искать супервизора. Вот. Следующие семинары. Как наберем мы человек 10-15, да. Как мы все объединимся. Вот. Светлана, если вы работаете по EBA программе, у нас остается, коллеги, меньше 5 минут на вопрос. Если я работаю по EBA программе, могу ли я использовать учебник? Ну, EBA отличается от дендерской модели. Прочитав учебник и посмотрев видео, вы это видите. Вот. В дендерской модели используются элементы. Вот. Ну, например, и потом, понимаете, вы говорите EBA программы, их тоже много. Есть вербальный EBA, есть EBA в стиле Лава Аса, то, о котором говорит книга «Идет работа», да, то, о котором говорит Аутинс Батышев Гонконг. Вот. Это разные все EBA, и я бы, честно говоря, выбрал что-нибудь одно. То есть, либо мы в игровой форме ставим цели, либо мы все-таки работаем по EBA. То есть, на мой взгляд, это разное. Вот. Коллеги, еще вопросы? Потому что мы уже заканчиваем наш семинар. Большое спасибо. Нас смотрело на Фейсбуке здесь около 150 человек. Это много. И я надеюсь, что вы посмотрите запись. Вот. Большое вам спасибо за ваш интерес, за ваше внимание. Вот. И мы должны заканчивать, к сожалению. Коллеги, есть ли еще вопросы? Вот. Большое спасибо вам. Я закрываю конференцию. Спасибо вам. Спасибо.